Детский отдых 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 с развитием здравниц в Крыму. Понятно. То есть, в принципе, потоки просто немножечко распределились. Поменялись, да, распределились. Скажите, пожалуйста, по каким программам сегодня кубанские детки, прежде всего, конечно, могут отдохнуть и пройти оздоровительные программы бесплатно? Основная и главная государственная программа «Дети Кубани». В рамках этой программы предоставляются бесплатные путевки. Воспользоваться данной мерой может любой родитель, любой законный представитель. Основное требование, то, что ребенок должен являться гражданином Российской Федерации и проживать на территории Краснодарского края. Расскажите подробнее о механизме. Допустим, у меня есть ребенок 9 лет. Я хочу, чтобы она прошла оздоровление в межсезонье, например, сейчас. Что мне для этого нужно сделать? Прежде всего, если мы говорим о лагере, то обратиться с заявлением, это круглогодичный лагерь, если мы его подразумеваем, обратиться с заявлением в МФЦ по месту жительства, либо, если это категорийный ребенок, и вы относитесь к какой-то социально незащищенной категории, это управление социальной защитой в муниципальном образовании, либо органы опеки и попечительства. Какие документы нужно предоставить? Документы. Прежде всего, это свидетельство о рождении, копия. Свидетельство о рождении ребенка, копия документов, удостоверяющих личность родителя, либо законного представителя, опекуна, попечителя, приемного родителя. Справки, подтверждающие место жительства ребенка, гражданство ребенка. И медицинские справки для лагеря 079О, для санатория 070О. Нужны какие-то дополнительные показатели по льготе, если она не стоит на учете никаких медицинских учреждений? Либо в этой программе могут участвовать все дети? Абсолютно все. Абсолютно все. Но надо сказать, что краевым законодательством предусмотрено первоочередное право на отдых и оздоровление, то есть получение бесплатной путевки для детей-инвалидов, и для детей, один из родителей которых является инвалидом, и преимущественное право для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо в социально опасном положении. Ирина Владимировна, вы уже сказали, что эти лагеря, куда потом ребята едут, они круглогодичные. То есть они в том числе рассчитаны, что если к ним приедут школьники, ребята могут там параллельно проходить свою программу, чтобы не отстать от сверстников. Можно так сказать, что там рассчитано на это лагеря? В том случае, если лагерь имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности. То есть не все, скорее всего. Не все. Что должны прежде всего знать родители, когда принимают решение, поедет ребенок в лагерь или нет? То есть, ну там, страдают, когда его отпускают на долгое время. О чем они должны знать в этом? Заблюдаются все правила в этом лагере? Что министерство следит за тем, чтобы там все было хорошо? Ну, прежде всего, настоятельно рекомендую обратиться к сайту министерства, на котором размещен реестр организации отдыха детей и их оздоровления. И в этом реестре размещены сведения о тех организациях, которые имеют все разрешительные документы от органов контроля и назора. Понятно. То есть, если даже какие-то организации предоставляют, ну там, в рекламных целях, да, какие-то скидки, лучше все-таки это сверить с той информацией, которая у вас на сайте. Безусловно. А если, может быть, какие-то жалобы у родителей есть, ну, либо у детей, не дай бог, да, на содержание там, можно ли пожаловаться в министерство? Как эта процедура работает? Если мы говорим о государственных контрактах, которые заключаются в рамках реализации мероприятий «Дети Кубани», то в данном случае мы используем такую меру, как направление специалистов, сотрудников управления социальной защиты населения в лагеря. То есть, наши сотрудники находятся с детьми в круглосуточном режиме. И это позволяет нам понимать, что конкретно происходит в организации, как оказываются услуги, на каком уровне, насколько качественно, насколько безопасно. Поэтому, надо сказать, что в этом году было выделено порядка 30 тысяч путевок бесплатных для детей. И с обращениями от родителей мы получили всего 5 обращений. Как интересно. Прямо сейчас с нами на связи Наталья Петровна. Назаренко – это директор санаторно-оздоровительного комплекса Тимрюкского района. Наталья Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, сколько деток уже отдохнуло в вашем лагере этим летом? И сколько из них по линии как раз Министерства труда и социальной защиты Краснодарского края? В этом году мы оздоровили всего деток 2205 человек. Из них по линии Министерства социальной политики оздоровили 1575. Из них 1575 делится на 600 путевок санаторно-курортного. Это то есть с лечением путевочки были приобретены. И 955 путевок летнего просто оздоровления. Наталья Петровна, а кого ждете осенью? Ведь у вас круглогодичный лагерь, я так понимаю. Он у вас не закрыт, да, сейчас? Ну, работаем, да, по мере поступления заявок, да. Расскажите, как меняются программы и как отличаются, например, летние от межсезонных, зимних? Ну, летние у нас только мы оздоравливаем детей, то есть оздоровление идет без лечения. То есть программа там рассчитана на оздоровление. То есть культурно-массовые мероприятия проходят, купание в море, ну, всевозможные развлекательные мероприятия проходят. Вот. А санаторное весеннее оздоровление, весеннее-осеннее, то есть там уже уклон идет с лечением. И еще хотела спросить, есть ли лицензия образовательная у вашего лагеря? Могут ли ребята, которые приезжают во время, ну, обычного учебного года, параллельно еще и заниматься с преподавателями, чтобы не упустить? Нет, образовательная лицензия у нас, к сожалению, нет. Есть только медицинская лицензия. Я вас поняла. Спасибо вам большое, Наталья Петровна. Ирина Владимировна, вообще хотела спросить, есть ли в процентном соотношении, если есть такая информация, конечно, да, у вас? А сколько лагерей у нас имеет такую лицензию образовательную? Потому что, например, для родителей, ну, вот, например, для меня это было бы определяющим фактором, скажу честно. На сегодняшний день семь. Это в обязательном порядке, безусловно, это федеральные центры. Крупные. Орленок, да, и смена. И крупные лагеря, гиганты, расположенные на территории Анапы и Туапсинского района. Эта информация тоже есть на сайте министерства? То есть там это можно тоже проверить? Да. Есть ли образовательная деятельность, да? Да, да, да. Вот вы сказали о том, что пять обращений поступило за лето от родителей, да, ну, какие-то были, может быть, проблемы. В основном о чем шла речь? То есть это организация или условия пребывания? В основном речь шла, скажем так, ну, может быть... Тонкости, да, личные? Да, это были личные, индивидуальные какие-то моменты в большинстве случаев, да, связанные в том числе со слабой адаптацией детей в лагере. Сказать, что поступили обращения в категоричной форме по ненадлежащему, там, оказанию услуг в части медицинского обеспечения, воспитательного процесса, условий размещения. Нет, таких обращений не было. Алина Владимировна, хочу спросить по поводу компенсации, да, вот за путевку, если, допустим, не поехал ребенок, она должна была, ну, предполагалось, либо формы приобретения путевок других, которые существуют, например, может ли родитель часть денег потратить своих, а часть ему доплатит министерство? Такой меры, как компенсация за отдых, которого не случилось... Скорее всего, не будет. Ее нет, да. Что касается самостоятельно приобретенной родителям путевки, то да, в крае предусмотрена такая мера, это социальная выплата. В среднем она составляет 11-12 тысяч за путевку. Как ее получить? После того, как вы оздоровились, ваш ребенок получил услугу, собираете полный пакет документов, здравница, подтверждающая оказание услуг, в первоочередном порядке это платежные документы, и вместе с обратным талоном эти документы предоставляются, опять же таки, в органы опеки попечительства, в управление социальной защитой, либо в МФЦ. Какие лагеря, скажем так, могут рассчитывать на такую компенсацию? Я так понимаю, не все же вы компенсируете путевки? Все. Все? Все. Отлично. Главное, чтобы эти организации состояли в реестре, имели все разрешительные документы контрольно-надзорных органов и состояли в реестре. Расскажите, пожалуйста, о работе, которую вы ведете среди семей, может быть, в каких-то организациях. Как рассказываете об этих льготах? В основном данное направление работы, то есть информирование населения, осуществляется непосредственно на местах, то есть управлениями социальной защиты населения. А учитывая, что большинство детей, которые мы направляем в здравнице, это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, то тут уже срабатывает, что называется, ручной принцип. Потому что каждую такую семью управления знает, да, не понаслышке, а знает, что называется вот лично. Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие еще меры поддержки для детей и организации летнего отдыха существуют и прописаны в программе «Дети Кубани»? Бесплатные путевки мы уже проговорили, компенсации мы тоже коснулись, кроме этого, существует такая мера, как субсидии для муниципальных образований на деятельность, на функционирование муниципальных загородных лагерей и лагерей пришкольного пребывания, с дневным пребыванием. То есть, в принципе, все это тоже прописано в нашей программе «Дети Кубани». Безусловно, да. Еще даем слово нашим руководителям детских оздоровительных учреждений. Сейчас с нами на связи Анапа Александр Кипкало, директор детского оздоровительного комплекса. Александр, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько в вашем лагере деток летом получили оздоровления и как к вам получить путевку? Можно ли у вас параллельно учить уроки в межсезонье? Есть ли у вас образовательные лицензии? Жемчужин России является одной из ведущих детских здравниц Юга России, ежегодно принимая на оздоровление более 25 тысяч детей всех регионов страны. В 2019 году нашу здравницу посетили уже 23 357 мальчишек и девчонок, более чем из 40 субъектов Российской Федерации. Путевки можно как приобрести, так и получить по линии социальной защиты, по линии Министерства труда и социальной защиты. Я так понимаю, вы работаете круглогодично, то есть детки могут к вам приехать и в том числе и зимой, и осенью, и весной. Это так? Да, мы круглогодичный лагерь. Вот в ближайшее время, уже в будущие выходные 26 октября мы ждем осеннюю смену. К нам приедут также дети из Краснодарского края, также по линии Министерства труда и социального защиты в количестве 1034 ребенка. Все детишки будут у нас отдыхать с лечением, то есть будут получать полноценное лечение, будут вовлечены в педагогической программе, во всевозможные мероприятия. К сожалению, в здравнице нет полноценной школы, мы не ставим перед собой задачу учить детей. Но, тем не менее, будет очень насыщенная программа, ребенок будет занят на протяжении всего дня. Александр, еще хочу спросить, какой направленности у вас создавительная программа? Общая, укрепляющая, либо какие-то определенные заболевания? Специализируемся на аллергологии, иммунологии, гастроэнтерологии, дермовинтерологии, детской кардиологии, детской урологии, андрологии, детской эндокринологии и так далее, и так далее. То есть на различных заболеваниях, при различных заболеваниях мы оказываем санаторно-курортное лечение. И если не секрет, сколько стоит путевка в ваш лагерь? Путевка в наш лагерь в зависимости от сезона стоимость начинается от 34 тысяч рублей. Ну вот осенью сейчас. Еще раз. Осенью, осенью, вот в осенний период детки, которые к вам приезжают. 34 тысячи рублей. Понятно. Огромное вам спасибо за вашу работу и за то, что смогли с нами пообщаться. Ирина Владимировна, хотела спросить, вот отличительные черты, может быть, вот этой компании, которая была у нас 19-го года, оздоровительной. Были ли какие-то особые моменты, о которых хочется рассказать? В этом году мы больше внимания уделили развитию и сохранению инфраструктуры детского отдыха, то есть лагерей. И очень отрадный момент, то, что 1 июня в городе Анапа открылся наш лагерь, краевой лагерь юниор. Этот лагерь смог принять за лето 400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В принципе, стал образцом для подражания для многих лагерей. Это предмет нашей гордости. Это стало возможным благодаря администрации края, законодательного собрания. Потому что это большое подспорье для этих детей, для этих семей. Спасибо. Я тоже с вами согласна. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.